показываю агрегат стоит на полу у меня это я приподняла взрыхляла капусточку я приподнимаю бутылит огнетик такой у меня 6 литра воды здесь там у меня тарелочка приподнимаю тарелочку и взрыхляю рукой капусту выходят газы так нужно обязательно делать если капусточка находится в банке трехлитровой тогда длинной палочкой или длинным ножом можно немножко повырушить ее чтобы вышли газы сегодня третий день смотрю в ячейку где лежат овощи в холодильнике смотрю что-то меня такое салат или что а точно я же покупала капусту молодой я забыла по акции брал давно брала люди давно по акции 40 гривен было дома хорошая цена прекрасно возьму на салат и вот сегодня думаю что приготовить первый прием пищи думаю точно молодая капусточка у меня есть как хорошо что ты мне попалась на глаза все капустный блин делаю блин будет очень очень нежный все-таки капуста молодая из пекиночки будет нежный блин тоже капустные ну и белокочаная капуста обычная зимняя тоже неплохо будет только нужно помельче пошинковать порезать на тоненькие тоненькие полосочки получится замечательно очень вкусно будет и очень сытно нам главное не только вкусно нам нужно еще насыщение я вам плохого не посоветую готовьте капустный блин я оставлю ссылочку в комментариях ссылочку на это видео капустный блин люди вам всем понравится очень сытно очень здорово морозильной камере много зелени нужно использовать вот положила еще укропчиком не обязательно быть жонглером прямо на сковороде лопаточкой поделили капустный блин на 4 части каждую часть перевернули это правильно еда на столе смотрим пожалуйста на каждом кусочке почти порционные кусочки до десертная ложка йогурта домашнего из цельного молочка смотрите какой йогурт как комочки мороженого это капустный блин тепленький вы посмотрите какая еда для человека который хочет постранить или удержать вес а капуста это насыщение плотная клетчатка это не огурчики помидорчик это не кабачок нет это плотные волокна это насыщение отруби насыщают насыщают за счет чего они расходятся в желудочке и создается впечатление сытости яйца два яйца люди это же золотой эталон диеты даже не оговаривается клондайк витамин просто клондайк и вот пожалуйста порция вкуснотища вот так мы с вами стране и мои хорошие ну что едим вкусно стране им оздоравливаемся к тому же и пусть нам не верят всем приятного аппетита кто со мной у меня как всегда небольшая ремарочка кто-то может сказать таня так вы без углеводов отруби как раз это углеводы только не усвояемая кто-то может сказать так вы же едите углеводы конечно углеводы обязательно должны быть б же у но углеводы с умом минимизировано немножко темно жалюзи затянуты сейчас солнечная сторона мои хорошие я приготовила сегодня десерт из ряженки очень вкусный десерт очень вкусный я вчера побежала в отб и купила три пакета ряженки но использовала только пол-литра у меня из пол-литра ряженки получилось вот таких 5 креманочек вот такие креманочки не очень большие ну порционные хорошая порция вот десерт из ряженки у меня есть видео плелисте так и называется десерт искушение я назвала его искушение действительно это искушение очень очень вкусно готовится быстро 5 минут в холодильнике 40 минут и уже все готово вот и возьму сейчас ложечку да может кто-то видел уже я готовила но вот я вам показываю ну то есть это как мороженое о красотень какая да и нам стройнеющим это просто чудо не чувствуем себя ущемлена ребенку даете как мороженое даже не говорите что это ряженка это мороженое вкусное мои хорошие я же вам плохого не посоветую ссылочка на видео в комментарии десерт искушение из ряженки как классно юбочки вы только посмотрите одела юбочку меня поход к стоматологу сейчас вот пожалуйста колготки юбка ну то есть брюки туники удлиненные нет нет это все надоело это все прошлом вот юбочка пожалуйста красота да я пальто пальто натуральное производитель франция но она покупалась не сейчас нет вязаный воротничок здесь вот пальто снизу на замке здесь кнопочки и брошь у меня здесь я обожаю броши красиво украшает вязаный воротник красивой ну вот пожалуйста перед вами люди и вот приталенная модель речка не стиль бохо нет 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 мне такой не нравится нет наконец-то можно подчеркнуть форму тело правда ну вот пожалуйста не пухляк они так надоели эти пухляки эти зимние куртки ну что а я такая вся дочь и габбана я такая вся ну что пошли мои хорошие иду парком хотя могу подъехать полтора километра нет иду парком такая прекрасная погода зеленая травка ну то есть двигаемся двигаемся здоровеньки были всем доброго дня всем доброго времени суток самому самому шикарному самому уважаемому сообществу физкульт привет мои хорошие я приветствую всех вас на своем youtube канале добро пожаловать будем с вами общаться наш формат это только похудение наш формат это только стройность мотивация и конечно мы с вами еще общаемся на такую тему как здоровье да питание здоровье это похудение это похудение похудение это оздоровление я сегодня показала небольшие видео да показала вкуснейший десерт из ряженки очень полезные очень полезные люди готовьте я вам плохого не посоветую сейчас будем читать комментарии комментарии это наши темы да люди пишут задают вопросы мне столько сыпется вопросом люди пожалуйста особенно по щитовидки я не буду вычислять считать гормоны это не моя тема я не обязана я не должна этим заниматься я не доктор то не помогите мне рассчитать гормоны гормональный фон я могу немножко подсказать обратите внимание вот на это количество гормона да а вот высчитывать я не буду этим заниматься потом что я сегодня узнала значит я сейчас работаю стоматологом посещаясь стоматолога да часто и вот я пришла меня там знают потому что там уже ну почти 18 лет у этого человека да хозяин клиники да и муж и жена и меня знают хорошо на рецепшене и мы разговариваем женщина и дочка живет в америке конкретно у кого четвертка в америке дочь живет очень тяжело с гормонами выписывает только врач самостоятельно не купите и вот она вышла на свою дозу она понимает как она себя чувствует ей нужно покупать 125 и делить пополам и человек себя хорошо чувствует врач выписывает только 50 и 75 он сказал нет я вам не выпишу 125 ей очень сложно мама всеми путями отсюда пересылала и как-то гормоны как-то прятала куда-то да потому что 125 не хочет и выписывать только 50 и 75 вот так и бачу я не хочу я не хочу туда нет честно скажу и потом новое исследование конкретно вами в америке в америке люди новое исследование гормональный фон по ттг должен быть не 4 единицы как у нас а 1 и 5 понятно даже не два люди максимум должно быть 1 и 5 вот так это не сегодня рассказали дочь без щитовидки живет в америке 1 и 5 а у нас у человека результат 5 и 2 или 4 и 7 это возрастной это ваше куда вам меньше вам уже 60 лет нормально все живите так поэтому люди давайте не терять бдительность мы должны помогать друг другу мы должны наталкивать друг друга да обратите на это внимание вот в америке вот так вы поняли вы услышали меня все всему свету по секрету чек плохо себя чувствует на 26 вы просто не можете сравнить вот если бы вы сравнили вы бы сказали так я жила я летаю сейчас на 1 и 7 и допустим или 16 да вот ну хорошо будем общаться с вами да давайте читать комментарии у нас хороший комментарий мы читаем комментарии много людей новых да и люди слышат что задают вопросы не хотят смотреть видео не хотят да не хотят не хотят посмотреть одно 2 15 25 не хотят вот сразу вопрос пишет ирина ляшенко так танечка доброго доброго вам дня подскажите пожалуйста как начать есть отруби со скольки ложек не будет ли это влиять на запор если начать с двух столовых ложек ира почему вы не хотите смотреть видео я же миллионы миллионы сексиллионы раз я уже рассказал об этом да писать лично вам это же надо мне строчку то есть страницу написать как принимать да это очень сложно вот каждому писать это невозможно многие вообще даже сердечки не ставят большой счастье сердечко поставил блогер да а там не все рассказывает тысячу раз разжевывает люди так по секрету всему свету опять громко не нужно начинать употреблять целлюлозу сразу две столовые ложки не нужно ваша микробиота ваши микробы до хорошие бактерии они не привыкли к такому питанию не привыкли вы такое не ели никогда поэтому пробуйте одна десертная ложка достаточно вот попробовали да все нормально и когда с кисломолочным продуктом допустим да кашку делайте смотрите мою кашу украшайте ваша микробиота не привыкла к двум столовым ложкам вот вы сами себе придумали даже я себе не кладу две столовые ложки я же привыкла как уже но я могу четыре положить мне нормально будет но сам факт вы написали 200 у меня две десертные чашку идет а у вас две столовые бабах сразу да микропы будут ваши кричать бактерии боже какая наша хозяйка щедрой стала была эгоистка страшно только себе думала теперь начала думать только нас она нас просто закармливает этой целлюлозой мы не справляемся с ней вы принимаете допустим отруби ну первой половине дня да вот я но мне так хорошо мне нормально по кишечнику вы должны попробовать может вам на ночь лучше принимать как эубиотический ужин поздний да вот вы приняли первой половине дня отруби да отруби начинают работать по остаточному принципу работают ручки днем головка наша светлая работает да где кровь в тех органах которые работают а в кишечнике кровь по остаточному принципу поняли поэтому смотрите чтобы у вас не было конкретно действительно запорчика вы должны все потихонечку внедрять десертная ложка какие две столовые ложки не балуйтесь а потом скажете ой ваши отруби мне такого наделали не отруби наделали а вы можете наделать аккуратненько понемножку водите отруби целлюлозу неперевариваемую клетчатку все отруби действует на похудение отлично отлично просто но нужно привыкнуть к этой еде и все жить будете все будет нормально прислушивайтесь нас наше сообщество и вы по странеете ну вот такой комментарий но читаем дальше да вот оксаночка с абхазии оксаночка я прочитаю ваш комментарий моя оксаночка так танюша добрый вечер добрый вечер дорогая ой какая прелесть я тоже не люблю первые блюда кроме бульона обожаю холодец вову это точно я тоже наверное все тогда и тоже очень люблю готовить хотя у меня нет желчного пузырях все кричали ой обязательно первые блюда а то будет ужас я так вам благодарна что на самом деле если мы не любим жидкую пищу так и правильно как поешь кусок мяса или рыбы или кучу зелени вот это да ну в общем на кавказе так и есть мясо и куча овощей зелени всегда на столе вот как правильно люди едят клетчатка и мясо рыба и клетчатка это ж как правильно да супер оксаночка спасибо что написали живем и здравствуем до очередь без желчного и без жидких блюд даже так дальше читаем светлана написала светочка выборочно я с вами давно и давно на удержание веса результат за полтора года минус 33 килограмм вы правы худеть легко но люди сами не хотят видят меня сыпят комплименты расспрашивают начинаю рассказывать о вас о нашем сообществе о комментариях о системе питания о ушедших болячках моем случае давление сахар ушел все взгляд потух интерес пропал да ты что без хлеба без каши я не смогу отруби ой тьфу сразу ставим между собой и лишним весом глухую стену даже не поинтересуясь не попробуя хочется закричать люди без хлеба и каши никто не умер вот такой мой вывод светочка все правильно все правильно не будем метать бисер да я покупаю три коробки отрубей сельпо у меня знакомая на кассе сидит женщина моего возраста я с ней общаюсь она живет на другой улице вот на кассе я и увидела сказала привет привет все вот это вам все общение да я сразу ей люда это же отруби возьми себе они так хорошо насыщают она маленького роста и она толстая очень просто колобок такой колобок она и полная она жирная толстая и возьми они хорошо насыщают ты полдня не будет не будешь ничего есть она так ну то есть ты такой фэ кушаешь я такое не буду даже вот я вам я тоже подтверждаю это я зашла сегодня в это сельпо и смотрю девчонки я брала киви корзинку киви а еще раз благодарность чтобы киви стали мягче намного положить с яблочками поэтому сегодня со спокойной душой взяла корзинку киви киви такие не очень мягкие до 57 гривен цена недорогая я уже положила с яблочками бумажный пакет даже мне катя сказала бумажный пакет ну так вот смотрю девчонки берут круассаны люди слушайте я я нарвалась я честно говорю такие вот булочки красивые как раз антики эти да и они говорят с шоколадом а я стою девочки такие моего роста высокие девочки да вот такие полные пышечки такие да не худые нет не стройный нет такие я кажу девочки вкусные вот эти булочки курсанчик они ну да да они вкусные да вкусные вкусные а начинки там много внутри они ну так ну так думаю интересно что то за курасан а я же не ела 155 лет людей вообще не покупаю такое я покупаю за 28 гривен сегодня эту булочку курсанчик слоеночка такая слоенка просто как язычки раньше были думаю внутри начинки будет много ну булка большая же такая я иду по улице никого нету в парке я села на скамеечку достала бумажный этот пакет и откусила эту булочку вот им честно рассказываю смотрю отверстие и близко не видно этой начинки то есть нужно съесть почти всю булку чтобы где-то с другой стороны была чайная ложка размазанная начинки шоколадные зачем не запихиваться булкой зачем оно мне надо думать я сейчас домой приду у меня такой вкусный десерт есть из ряженки я сделала утром я такая вкуснотища дома есть зачем оно мне надо я купила вот этот курсан он пакетил мне лежит на подоконнике я откусила села на скамейку думал там начинки много что вкусного отрыве тоже но даже не пытаются не стремятся скатания да ты считаешь да я буду меньше есть я похудею нет не хотят не хотят поэтому повторяю не будем метать бисер написала комментарий была 10 дней тому назад лариса усатенко тетяну будь ласка предскажи чем можно цукор заменить на фруктозу можно ли сахар заменить на фруктозу лариса я не потеряла ваш комментарий он ниже опустился но все равно его читаю лично вам отвечать это нету возможности писать я лучше всем расскажу да вот вы просите объяснить можно ли сахар заменить на фруктозу ни в коем случае фруктоза убивает диабетиков убивает диабетиков диабет это не повышение сахара крови это повышение инсулина а вторичное уже вторичное это повышение сахара а потом только инсулинорезистентность вот медицине почему-то поощряется фруктоза почему потому что считается что фруктоза имеет не такой высокий быстрый то есть подъем сахара крови фруктоза частично может конвертироваться частично в глюкозу и тогда только поднимается инсулин фруктоза считается что имеет низкий гликемический индекс а глюкоза это главный сахар крови глюкоза это главный углевод вернее крови вот работает с глюкозой весь организм все органы работают с глюкозой а с фруктозой работает только одна печень вот вы употребляете фруктозу и часть фруктозы превращается в гликоген а гликоген это запасной сахар чтобы понятно часть фруктозы превращается в запасной сахар нужно еще не забывать что фруктоза слаще глюкозы в несколько раз съедайте 100 грамм глюкозы с этой глюкозой работает весь организм съедайте 100 грамм фруктозы с этой фруктозой работает только одна печень страдалится вот нагрузка идет только на печень и если печень ваша сытая ну допустим в течение 12 часов вы получали какую-то еду то вот эта фруктоза превращается в жир печень не может переработать способность печени переработать фруктозы только 50 грамм не 50 грамм яблок не 50 грамм черешни а 50 грамм фруктозы это приблизительно 45 яблок больше печень не может переработать а мы съедаем намного больше яблочки съели закусили сливками а там взяли еще черешенки съели да если вы съедаете больше все идет три глицериды это жиры три глицериды тяжелые концентрированные жиры анализ на холестерин да там такая графа есть три глицериды тяжелые такие жиры концентрат это концентрат повышается концентрат жиров и сама печень себе оставляет тоже кусочки жира а вот это и есть жировой гепатоз печени это ожирение печени если будет большой дефицит энергии в плане вы не будете есть 48 часов допустим или 36 часов или 24 часа то вы можете съесть какое-то небольшое количество фруктозы если будет большой перерыв в еде они так на десерт ой я наелась от пуза закушу сейчас яблочками да печень превращает сначала вот эту фруктозу в гликоген а затем будет конвертировать в глюкозу и выпускать ее в кровь сейчас едят по 5-6 раз в день то есть запас энергии постоянно у всех остается людям нравится по 5-6 раз есть вот когда им врач посоветует вы должны есть пять раз в день какая прелесть я буду есть целый день мотать 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 как ролик мотать если мне скажут ты ешь дробно по 200 грамм нишу больше делать ничего у меня столько заботы работы а я буду думать о еде постоянно да нет я откажусь от этого люди а многим это кстати нравится да депо печени депо печени постоянно забиты гликогеном то есть запасным сахаром люди не бывают сейчас голодные у них даже аппетита нету а 95 процентов фруктозы 95 процентов фруктозы конвертируется в жиры не сало конвертируется в жиры не сливочное масло а 95 процентов фруктозы а это три глицериды крови а это еще и сердечная система а это еще и жировой гипотоз печени сахара крови глюкоза фруктоза способны гликировать компоненты которые не находятся в крови пропитывают собой склеивают все гликированный гемоглобин это гемоглобин гликированный гемоглобин что это это гемоглобин который связался конкретно с глюкозой почему он связался потому что глюкоза там выше крыши и это очень много и она пропитывает собой все а по способности гликированию у фруктозы больше в тысячу раз фруктоза способна гликировать в тысячу раз больше склеивать пропитывать гликирование мозга тоже происходит у человека не хватает собственного айкью ведутся на докторов на сертифицированных ой вы знаете так классно пейте все растительное молоко полетели все растительное молоко это классно вы что немедленно стелия немедленно заменитель сахара это классно все полетели слабая кью не думают меняйте полностью физиологию не бжу жб у 70 процентов жиров 25 белков и только 5 углеводов меняет полностью все слабые айкью людей не думают гликирование мозга фруктоза напоминает алкоголь этанол вот с этанолом работает и мозг и кишечник то есть со спиртом работает 10 процентов мозга 10 процентов кишечника и 80 процентов печень а с фруктозой работает только одна страдалица печень избыток фруктозы это образование мочевой кислоты оказывается избыток фруктозы это мочевая кислота это давление это подагра даже бесполезно говорят избегать мяса нужно убирать фруктозу и алкоголь и потом фруктоза воздействует на печень очень токсично это такая токсичная субстанция фруктоза она даже более токсично чем этанол фруктоза не подавляет аппетит она способствует переданию у нас гипоталамусе если рецепторы с которыми фруктоза связывается и сигнал он насыщение мозг поступить не может все это аппетит аппетита значит что вес 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 циральный жир вес циральный жир и вот фруктоза усваивается хуже если в продукте больше конкретно фруктозы если есть глюкоза то это лучше лидер по фруктозе это яблоко это груша это вишня это черешня ну что там еще поэтому фруктозу нужно держать на расстоянии люди на расстоянии дистанция должна быть а фруктозе можно напоминать очень часто очень часто ой ты знаешь у меня завтра детокс детокс и вот наслушалась сертифицированных у меня детокс на яблоках ну вот если детокс то на огурцах там хоть вода с минералами огурцы 99 и 9 процентов водички яблоки это конкретная фруктоза вот на яблоках не нужно делать разгрузочные дни аж никак аж никак об этом нужно не забывать и напоминать о фруктозе можно постоянно постоянно ну фрукты это ж такие знаете красивые конфетки в красивых фантиках яркие оранжевые красные да фиолетовые фрукты как конфетки вот об этом можно напоминать очень часто на яблоках это не детокс нет фруктоза она способна гликированию я вас пугаю в тысячу раз больше чем глюкоза вот так но все мои хорошие я только напомнила как всегда королевства мало разгуляться негде мы с вами прощаемся сегодня я как всегда хочу поблагодарить всех вас за просмотр и моего видео я благодарна всем вам за общение за комментарии пишите и конечно как всегда я благодарна всем за лайки большое всем спасибо мои хорошие я хочу пожелать всем божьей помощи я хочу пожелать всем божьего чуда я желаю каждому каждому ангела-хранителя до встречи дальше будет и и и и и